Ну что, я предлагаю подвести итоги уходящего года и зарядиться на новый 2024-й. На фоне вы будете видеть небольшие куски из моей последней поездки в Москву, где мы с ребятами зачилились на студии, ну и просто я для вас наснимал очень красивых кадров. Во-первых, я хочу каждого из вас поблагодарить за то, что на протяжении всего этого года вы оставались вместе со мной. То есть смотрели меня, всячески поддерживали, проявляли какую-то активность и очень много всего другого. Для меня это, ну вот правда, бесценно, поэтому еще раз вам всем огромное спасибо. В этом моменте мы уже приехали в саму Москву, нам нужно было добраться до метро, доехать до определенной станции и встретиться с ребятами. После чего мы решили сгонять в БК, чтобы немного перекусить, ну и как бы вот что из этого получилось. Ну, а я вот вам о чем говорю? А вот если вот бюджет в стране увеличит, ты тихо. А вот если вот что будет? Все, разбираю. Пакеты уже, салфаны, бургерки. Я за это деньги отдаю, деньги. Деньги, денежище. А вот это вот, салфаны. Вот салфаны, салфаны, какой салфаны? Ну. Вот такое. Ну, хмельное, знаете. Вот такое. Это просто салфаны. Это надо. Я считаю, что каждый из вас для себя должен подвести итоги уходящего года, поэтому просто вспомните, на каком уровне вы были тогда и на каком уровне вы находитесь сейчас. И после этого задайте себе вопрос, а смогли вы ставить за этот год лучше или же нет? Я на самом деле больше чем уверен, что многие из вас будут отрицать этот факт, но со стороны я вижу, что многие из вас безумно сильно прокачались. Потому что я вижу ваши работы в своем телеграм-чате, когда мы сидим и слушаем ваши биты на стримах, я иногда просто офигеваю. Вспоминаю ваш уровень, грубо говоря, год назад и сейчас иногда нахожусь просто в полнейшем шоке, как вы жестко прокачиваетесь. Так что меньше дизморали, чуваки, и больше позитива. Самое главное, оцените себя и свой труд. Ну, а в этом моменте мы отправились с ребятами на съемную квартиру и мне вот очень интересно, как думаете, сколько стоит сутки аренда квартиры, которую я вам сейчас покажу? Он дуржоский, глупо. Ну и давайте я вас заряжу немного позитивом и мы все вместе оценим итоги года. По некоторым критериям. Это относится как к битмейкерам, так и к артистам. Первое. Посчитайте, сколько всего проектов вы смогли сделать за этот год. Неважно, биты, треки, треки на свидосах заказчиков, просто какая-то музыка, без разницы. Я не говорю именно о полноценных работах, а конкретно только о проектах. Это могут быть даже не готовые биты. Второе. Теперь просто посчитайте, сколько вы уже конкретно готовых битов либо треков смогли сделать за этот 2023 год. Третье. Сравните звучание своего музла в начале года и также сейчас в конце года. Возможно, вы смогли полностью преобразиться и у вас был один звук, как, например, это у меня я делал поп-панк, глич-кор в начале года. Сейчас я полностью переформировался и перешел на треп-биты, которые больше подходят для продажи. Четвертое. Что нового вы узнали за этот год? К этому пункту относится абсолютно все. Возможно, вы с кем-то познакомились, открыли для себя новые жанры, открыли для себя какие-то новые функции в вашей датке, узнали очень много разных интересных приемов, допустим, в сведении, прошли какие-то курсы и так далее, далее, далее. Пятое. Вспомните и посчитайте свои достижения за этот год. И даже если у вас их нет, то неважно, просто не расстраивайтесь, потому что, чуваки, у нас еще целый год впереди. Так что за 2023 мы можем много чего наверстать. Ну и шестое, это осознай то, насколько ты действительно крутой, и пройдя вот эти вот все пункты, ты сможешь понять то, что этот год действительно прошел не зря. Даже если ты сделал немного, самое главное то, что ты хоть что-то сделал для того, чтобы саморазвиться. Лично я считаю, что даже какой-то маленький шаг, это уже успех к чему-то великому. Ну а в этом моменте мы уже приехали со всеми ребятами на студию, и сейчас вы увидите небольшое количество нарезок того, как мы провели там время. Я считаю, что это очень важно. А теперь обратно. Ладно. Холк, на пиццу. Чего это такое? Какие-то, дорогой, я не смотрю, я без пиццы и думаю, что это шорта, еще раз, и будем все у меня зря. Подарок, пацаны. О, подарок, подарок, пицца. О, сюда. Пицца нельзя не насладиться, чуваки. Они мы вам, да. О, ура, и музыка. Как она? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Закончили мы по итогу зависать с парнями на студии и вот наступает следующий день, мы выходим на улицу, а перед нами вот это. Я такой метели, если честно, наверное, никогда не видел, но зато смотрите, как все это вайбола выглядит. После чего мы сгоняли перекусить в Nice Price Cafe и, кстати, кто с МСК, обязательно вам советую сюда залететь. Еще, кстати, если будете проездом в МСК, то обязательно вам советую посетить остров мечты. Безумно крутое место, которое находится на станции Технопарк и вы сейчас можете видеть оттуда кадры. Субтитры сделал DimaTorzok А на 2024 год я предлагаю вам вместе со мной продолжать пушить просто как какие-то звери. У меня для вас, поверьте, готовится очень много крутого контента. Это как видосы, стримы, так и совместные какие-то челленджи, в которых смогут принять участие абсолютно все. Так что мы с вами будем пытаться достигать каких-то невероятных высот вместе и чтобы в конце 2024 года точно у всех было новогоднее настроение. Поэтому давайте будем стараться преодолевать все возможные препятствия, не стоять на месте, пробовать что-то новое в следующем году, начать делать то, что так долго откладывали, что, возможно, хотели попробовать сделать, но боялись, допустим, облажаться. В любом случае, чуваки, я буду вас верить, стараться поддерживать и помогать всем, чем смогу. Надеюсь, что в 2024 вы также останетесь со мной и настанет еще больше. Ну а пока что отдыхайте, кушайте салатики, встречайте этот Новый год весело и я надеюсь, что у вас все будет хорошо. С наступающим вас! Субтитры сделал DimaTorzok